Я до последнего момента, до сегодняшнего дня, до открытия не была уверена, что выставка не будет сорвана. Я никогда не поверю, что там именно государственные секреты. Нету государственных секретов. У нас на сегодняшний день все государственные секреты проданы. Мы пять лет изучали, как свергать власть. Поэтому для меня это все было интересно, профессионально. Я поэтому спокойно, я каждый день и каждую ночь практически был в городе, на площади, снимал сам. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Может смысл чуть более обчимый, но если попроще, это память. То, что перформанс, то, что я начал эту выставку с улицы, в нем смысл такой. Он называется, перформанс называется «длинная память». Это не говорит о том, что о какой-то форме мести или какого-то... В общем, сохранение какого-то намерения, да, из такого нету. Здесь просто вина – это, в принципе, да, то измерение воли, через что я хотел покорить. Это длина боли, скажем так, длина нашего переживания. Длина вот этого бесконечных драм, да, в Новом Казахстане. Это будет тоже Наузин, Хантар или Жатухсан. Ну, еще, между ними были другие трагедии с человеческими жертвами. Ну, это все говорит о том, что что-то в этой стране не поменялось. Субтитры создавал DimaTorzok Я до последнего момента, до сегодняшнего дня, до открытия, не была уверена, что выставка не будет сорвана. После того, как мы провели презентацию, я могу сказать, что выставка разрешена. Были какие-то предпосылки, кто-то выходил на вас? Ну, во-первых, мы столкнулись с тем, что типографии начали нам отказывать, печатание фотографии. Но мы все равно искали и нашли типографии, которые нам это сделали. Буквально два дня мне звонили с прокуратуры, с Акимата, с полиции. Но они спрашивали о том, чтобы мы не загрязняли улицу, чтобы мы там не делали всякие направления к выставке. Но особых таких угроз не было, потому что два месяца назад мы еще пригласили прокуратуру города Алматы на данную выставку. Мы их уведомили. Я сказала, что я правозащитник, я работаю только в рамках закона. И мы проводим такую выставку, она очень актуальна. И мы их пригласили. И они обещали, что они придут. Общество не получило ответа на свои вопросы. Кто организовал контакт, кто давал приказы стрелять на поражение. Понятно, что был основной приказ, который озвучил президент. И почему убиты эти люди, и почему те, кто их убил, не понесли наказание. У нас 256 погибших. Мы нашли 202 человека. Мы их задокументировали. Но фотографий здесь всего 175. То есть те родственники, которые нам предоставили фотографии. И получается, что у нас больше 40 человек, которых до сих пор неизвестные. Они есть в списке генеральной прокуратуры. Но мы не знаем ни фамилии полностью, не имеем связи с родственниками. Мы их не задокументировали. Поэтому они погибшие. Факт смерти есть. Поэтому у нас только профиль этих фотографий, которые мы расположили на земле. Мы их не знаем, что они не знают, что они не знают, что они не знают. Мы их не знаем, что они не знают. Кантарские события Это продолжение того беспредела, который у нас еще тянулся с 20 века. Голодомор казахов нашего народа. Это репрессии, которые творили большевистская партия. Это не уточненные, не раскрытые события 59-го года в Тимиртау. Об этом вообще никто не говорит. Это засекреченная и недавняя ни политическая, ни юридическая оценка события 1986 года в декабре, который у нас был. Соответственно, это тянущаяся проблема и кризис того 11-го года Жен-Узинь. Кантар, он здесь в данном формате четко подчеркнул отношение лиц у власти к своему народу. Вот эта команда стрелять без предупреждения, она как раз, мне кажется, была верхом или апофеозом того отношения власти к своему народу. При этом, при этом, почему Кантар так выпукло стоит, ведь по этим событиям, ведь никто из виновных, именно из управления высшего политического руководства, именно по событиям за Кантар не получил реального наказания. Вот мы просто здесь знаем, мы слышали там госизмена, там превышение власти, они там получили какие-то сроки, но кто из них именно был привлечен за организацию массовых беспорядков, за попытку госпереворота. Вот, кстати, вот буквально недавно тракторный переворот у нас закончился судебный процесс, по которому простым ребятам, которые не обладают никакой ни политической, ни экономической мощью, и где здесь нет бенефицара, вот эту головную боль о якобы захвате власти, из высшего условно-власти перекинули на вот этих простых ребят. Типа, вот видите, вот они, оказывается, хотели сделать переворот, вот пожалуйста. И, соответственно, вот сейчас мы слышали, что бывшего министра МВД арестовали. Ну его арестовали за превышение власти. А почему, почему бывшие представители КНБ не провели в открытом режиме судебный процесс? Я никогда не поверю, что там именно государственные секреты. Нет государственных секретов. У нас на сегодняшний день все государственные секреты проданы. И когда здесь говорят о том, что это государственные секреты, это ложь. Потому что нету, не должно быть секретов у правительства перед обществом, когда происходят вот такие большие крупные трагедии. Поэтому здесь общественный фонд Аррухак со своей командой, Бахстан Анатолий Годжин и Евгений Александрович Жовтис с Бюро по правам человека со своей командой. Вот у нас группа адвокатов, которая вот именно непосредственно занималась защитой погибших, пострадавших или незаконно обвиненных. Это вот как раз группа гражданских активистов. Это большое условие населения. Они все требуют именно законности, законной справедливости. Именно самой истины. Кто был бенефицаром? Кто отдавал эти преступные приказы? Мы знаем, но об этом никто не говорит. И сейчас вот эта выставка, она как раз возвращает к тому, что в любом случае будет дана оценка. Если сейчас эти лица у власти думают, что это все спрячется и потеряется со временем, они глубоко ошибаются. Почему? Потому что погибших не вернуть. Незаконно осужденных они никогда не простят. Те люди, которые пострадали, стали инвалидами. Кстати, сюда, на эту выставку они приходили. Они тоже не простят то, что с ними произошло. Мы подаем в суд о возмещении ущерба со стороны государства. Им отказывают. Это те, кто стрелял, дела засекречивают и прекращают. Те, кто пытал, основная масса этих отморозков освобождена от уголовной ответственности. Поэтому, сейчас я снова возвращаюсь именно к этой выставке. Она именно создала такой определенный повышенный интерес. Вот вы сами были свидетелями, какая большая группа людей не могла сюда зайти. Почему? Потому что в самом начале выставки было очень много народу. Потому что это каждый пропускает через свое сердце. Это боль нашего народа. Это история нашего народа. Ну, хантарские события. Здесь, наверное, нам надо дать себе определенную оценку. Видите, большевистская политика террора в 20 веке. Она создала генетический страх последующим поколениям. Вот сегодня. Когда многие сейчас нынешние массы населения, они думают, что это неправильно. Но не могут это сказать. А бывшие коммунисты, которые присягали на верность партии, сейчас продали свою идею, стали когда-то либералами, а сейчас на сегодняшний день они стали диктаторами. Можно ли верить тому либералу, себя называющим, говоря о демократических ценностях, который дает приказ расстреливать свой же народ? Можно ли здесь строить планы на будущее, если именно те люди у власти, которые непосредственно имеют отношение к той трагедии нашего общества в январе 22 года, пока они сами не призваны к ответу. Вот как раз вот эти фотографии, вот эти материалы, эти люди, которые пострадали, вот эти выставки, эти все доклады, это все задокументировано. И в любом случае, я здесь уже не просто от себя лично говорю, я говорю как, я не скажу, что участник, а человек, который проходил все эти боли и страдания. Потому что в январских событиях, когда они только начинались, республиканская коллегия адвокатов, мой номер телефона дала как горячую линию по Алматинской области. И я получал огромное количество звонков от пострадавших, от родственников погибших. Я с ними лично встречался. Это слышать каждый день вот эту боль, эту утрату. Я просто вместе с ними сопереживая, я не могу быть равнодушным к всему вот этому происходящему, что здесь происходит. Это моя родина, это моя земля. Здесь вот на данный момент. Поэтому я буду на стороне, всегда буду на стороне силы, которая будет требовать справедливости. Справедливость по отношению к погибшим, незаконно привлеченным к уголовной ответственности. И тех лиц, которые пострадали от пыток. И вот здесь фраза, которую произнес господин президент, насколько я знаю, сколько допросов мы проходили. У меня-то не три, не пять уголовных дел было. У меня было гораздо больше уголовных дел, связанных как раз с расследованием по массовым беспорядкам. Я нигде не видел об этих боевиках. О ком говорил в данном случае президент? Кому он это адресовал? Это он хотел отчитаться перед мировым сообществом, чтобы оправдать свое нахождение власти? Или все-таки это он сделал обращение в общество? Но общество-то видело, что это совершенно не так. То есть в данный момент мы вот видим от 20 тысяч террористов, которые напали, потом странным образом исчезли. Теперь боевики у нас вот забирали своих людей, хотя мы здесь не видим. Потом здесь он еще заявлял об отрезанных головах сотрудников правоохранительных органов, хотя мы никого не узнали. Мы действительно пытались найти, искали, уточняли. Нету таких людей. О ком он вообще это говорил? Изнасиленные медсестры. Да, изнасиленные медсестры. О ком это говорят? Вот просто зачем глава государства на тот момент сам создавал вот такую вражду, разжигая какую-то ненависть к непонятным лицам, которых не было? И можно ли здесь тогда верить о каких-то кардинальных прогрессивных реформах, о защите прав человека? В моем уме. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»